Светлана Ушкова Драконья гадость Отбор с начинкой Глава первая Когда человек падает с высоты, ни о чем он не думает. Да и после удара о твердую поверхность мысли не сразу возвращаются в голову. Если вообще есть куда возвращаться. К счастью, мой случай оказался не самым трагичным. Но копчик и затылок прострелила так, что в глазах потемнело. И вот сколько раз я просила директрису купить новую стремянку. Нет, дождалась же, когда старая сама подо мной развалится. Ощущение реальности возвращалось постепенно. А вместе с ним включались и другие органы чувств. Первым тревогу поднял слух. Рядом кто-то надрывно кашлял. Клиентка. Вспыхнула в моем заторможенном сознании догадка. Видимо, пришедшая в нашу кондитерскую статная женщина в годах подавилась дегустационной конфетой, увидев мой полет. Два происшествия за один день наше заведение точно не переживет. А значит, надо что-то срочно делать. Я поспешила приподняться и оперлась руками о... Одна ладонь попала во что-то мягкое и жирное. Другая перевернула какую-то... Тарелку? Это я куда приземлилась? Глаза наконец-то распахнулись, и... Лучше бы я и дальше их держала закрытыми, ибо меня явно посетили галлюцинации. Я лежала на обеденном столе, прямо перед его хозяином, который и подавился при моем эффектном падении. В какой-нибудь другой ситуации я точно соображала бы куда быстрее. Но не сейчас. Сейчас я ошарашенно смотрела на мужчину, в старинном костюме, название которого никак не желало всплывать в моей ушибленной голове. Лицо с массивным подбородком, хмурые линии бровей и глубоким взором серых глаз отличилось по-мужски строгой красотой. Странное серо-белое милирование на длинных густых волосах прибавляло ему немного возраста и необъяснимого шарма. Можно было бы сказать, что это седина, но я почему-то была уверена, что нет. Тем более, это мои личные глюки, а значит, мне виднее. Мужчиной хотелось любоваться, словно какой-то картинкой из модного журнала. Кхм-кхм. Покашлял он снова и многозначительно заломил бровь. Так и будешь лежать? А? Удивленно выдохнула я, выныривая из ступора. В голове не сразу уложилось, что галлюцинация может говорить и намекать на мое неподобающее положение в пространстве. Я же упала, ударилась. Конечно, лежу. А так это как? Сосредоточилась на себе и ужаснулась. Широкая юбка в форменной одежде бесстыдно задралась, открывая обзор не только на мои широко расставленные коленки, но и дальше. Срам-то какой. Моментально вспыхнув от стыда и неловкости, я поспешила отдернуть подол и как можно быстрее ретироваться не только со стола, но и с глаз мужчины. Глюк или нет, но мне сейчас требовалось уединение, чтобы успокоиться и подумать. Я метнулась к видневшимся сбоку высоким двусторчатым дверям и была уже на полпути, когда сзади раздалось строгое. Стоять! Меня моментально охватило оцепенение. Пальцем не пошевелить, ноги словно приросли к полу. Всё, что я могла, это нервно сглотнуть. Кажется, после удара головой я всё-таки застряла в каком-то дурном сне. Силой зажмурилась, пытаясь вырваться из этого забытья, как Алиса из-за зеркалья. Но ничего не получалось. А сзади снова раздался бархатистый голос моего персонального кошмара. Мда, ещё и мозгами обделена. Вздохнул мужчина и, судя по звуку отодвигающегося стула, поднялся. Вернись. Очередной приказ тело выполнило без участия головы. Я же продолжала пытаться проснуться, хотя бы ненадолго, на долю секунды, чтобы понять нереальность происходящего. Проснись, проснись, проснись! С давленным шёпотом требовала я сама у себя. Это не сон. Раздался совсем близко холодный недовольный голос. Заканчивай с отрицанием. И покажись уже нормально. Я возмущённо распахнула не только глаза, но и рот, чтобы сообщить, что вовсе не собиралась ему показываться. Но знаете ли... Знаю. Подняв ладонь, власно оборвал мою речь мужчина. Рассказывать необязательно. Он двумя пальцами приподнял мой фирменный фартук за вырез воротника и прочитал вышитое на нём имя. Маргарита. Кому прислуживала? Спрашивая, он начал обходить меня по кругу и рассматривать. Моё возмущение от просквозившего в голосе незнакомца пренебрежения вышло на новый уровень. Если бы не оцепенение, я бы обернулась и высказала ему всё в лицо. А так пришлось шипеть в пустоту. Я никому не прислуживаю. Я продавец сладостей. А скоро перейду в ранг кондитеров. Никакой разницы. Равнодушно парировал мужчина, снова замерев передо мной. Королевскую подставу я уже оценил в полной мере. Один плюс. Ты не страшная. А вы невероятное хамло. Окончательно разозлилась я. Мой глюк надуменно заломил бровь. Ты хоть знаешь, куда попала и кто я? В душе не знаю. И знакомиться желание отпало. Препечатала я. Где у вас тут выход? Я пережду этот кошмар в другом месте. Наверняка в реальности меня скоро привезут в больницу и приведут в чувства. Ясно. Равнодушно выдал мужчину и обратился куда-то мне за спину. Позовите господина Эдельвирса. Пусть принимает новую подопечную. А у меня других дел полно, чтобы ещё с человечками иномерными возиться. И обогнув меня, ушёл. Сзади стукнула, закрываясь дверь. А я так и осталась стоять в недоумении посередине комнаты. Вот же гадость. Правда, долго переваривать произошедшее в одиночестве не пришлось. Дверь за спиной снова открылась, пропуская кого-то с тяжёлой поступью. Я хотела обернуться, но пошевелиться, несмотря на все попытки, так и не получилось. Жуткое ощущение чего-то неизбежного, как в ночном кошмаре, постепенно заполняло меня. И чем ближе слышались шаги, тем труднее становилось дышать. Я даже зажмурилась. «Значит, вы и намерянка Маргарита», — раздался глубокий ровный мужской голос с нотками недовольства. Я вздрогнула и приоткрыла глаза, чтобы оценить степень очередной подставы, дарованной подсознанием. К счастью, опасения не оправдались, и она оказалась не страшнее предыдущей. Новый персонаж был намного старше первого и полностью седой. Его плотный длинный пиджак, расшитый серебряной нитью, покрывала тёмно-синее с бордовой оторочкой мантия. Она крепилась к плечам двумя массивными металлическими брошами и не спадала до самого пола. На морщинистом благородном лице с тонким носом и ниточкой губ не отражалась ни единой эмоции. Только в дымно-серых глазах проскальзывала тень раздражения. Я же свои истинные чувства даже не подумала скрывать и смотрела на господина со всей мрачностью. «Землянка», — холодно поправила я его, — «а вы, так понимаю, господин Эдельвирс?» Седовлас и тонко улыбнулся. «Верно. И я даже рад, что ваши умственные способности оказались выше, чем мне передали». Слава обо мне явно преувеличена. Саркастично покривившись, проговорила я в ответ, мысленно награждая первого блондина парочкой неприятных эпитетов. Болтун недоделанный. Старик недовольно сверкнул глазами и удручённо протянул. «Над внешним видом и манерами предстоит поработать». «А вам стоит отточить мастерство комплиментов. Этот вышел не особо удачным», — отзеркалила я его манеру. «Это и не было комплиментом», — снисходительно пояснил господин Эдельвирс. «Лишь констатация факта. И обозначение необходимых задач, которые надо решить в ближайшее время». «О боже, не надо таких жертв. Я картинно закатила глаза. Я не собираюсь решать никакие задачи, и вас освобождаю от этой тяжёлой работы». «Овы, у вас здесь нет такой власти. Как, впрочем, и везде», — надменно хмыкнул старикашка, чем изрядно разозлил. «В моей голове вся власть у меня», — гордо заявила я, несмотря на то, что сама в этом сильно сомневалась. «Ведь даже зная, что это дурной сон, я ничего не могла изменить. Вот только выдавать свою слабость я не собиралась». «Ещё бы это помогло». Усмешка на морщинистом лице чётко дала понять. Моя бравада господина Эдельвирса ни капельки не тронула. Он шагнул ближе, нависая не хуже грозовой тучи, и доверительно сообщил. «Мы не в вашей голове». В одно мгновение почувствовала себя мышкой, которую вот-вот съедят. И уговоры, что это всё плод моего больного воображения, не помогали. Слишком всё было реально. Я нервно сглотнула и тихо спросила. «А где?» Мужчина немного отстранился, выпрямился и величественно повёл рукой, обрисовывая пространство. «Вам повезло оказаться в Ауруме, стране драконов, в величественном княжестве Гальдар, коим правит светлейший князь Эритар Туманный. И теперь вам предстоит принять участие в отборе невест, победительница которого станет полноправной княгиней». Проговорил он, а нагнетённая им совсем недавно давящая атмосфера развеялась, вновь уступив место моему бескрайнему удивлению. «Ого, а фантазия у меня полна сюрпризов», — искренне протянула я, восхитившись услышанным. Мужчина с силой втянул носом в воздух, в попытке сдержать собственное раздражение от моего неверия. А зрачки его тёмно-серых глаз неожиданно на доли секунды сузились и вытянулись в полоску, как у кошки или змеи. «Что он там говорил про драконов?» Трансформации моего собеседника изрядно напрягли. Совершенно не хотелось, чтобы кошмар стал ещё кошмарней. И в то же время я начала злиться на собственное бессилие и невозможность прекратить творившийся бред. Пришлось тоже глубоко вдохнуть, чтобы усмиреть эмоции. Они сейчас мне точно помочь не могли. Правда, давалось это украшение с трудом. Я даже на мгновение прикрыла глаза и только спустя пару секунд ровно сказала. «Хорошо. Допустим, мы не в моей голове. Есть какие-то доказательства помимо слов? Любые неприятные ощущения». Охотно откликнулся Эдель Вирс и жутковато улыбнулся. «Голод, боль, естественные нужды. Боль можем организовать прямо сейчас, чтобы не ждать, пока вы проголодаетесь, или начнёте мечтать об уборной». При этом в руках господина появился нож, до этого лежавший на обеденном столе. «Я ни секунды не сомневалась, что он его применит». «Не надо. Лучше потом сама себя ущипну». Спешно воспротивилась я и сразу заверила. «И вообще, я готова поверить без доказательств. Что вы там про отбор говорили?» «Отлично». Откладывая орудие несостоявшейся пытки, буднично порадовался Эдель Вирс. «Как я уже сказал, вам предстоит принять участие в отборе невест для нашего князя. С ним вы познакомились по прибытию. Это не его прихоть». Предупреждая мой возмущённый вопрос, поднял руку старик и продолжил дальше. «Это королевский приказ для всех княжеств. Нарушить его или отказаться от исполнения никто не вправе. По древней традиции в отборе обязана принять участие одна иномерянка, которую выбрал древний амулет Амадара. Вы наверняка его видели перед перемещением». Эдель Вирс говорил, а у меня в голове пролетали недавние события. Как в нашу кондитерскую пришла особо в немного странном брючном костюме с величественными жестами и отпечатком аристократизма на привлекательном лице. Странный амулет в виде дракона, держащего фиолетовый кристалл в её руках. Вспомнила её последний вопрос, не желала бы я выйти замуж за князя. Свой смешок, стоя на стремянке, весёлый ответ, «Конечно, кто бы не желал», за которым сразу последовало падение. И в попытке успокоиться снова прикрыла глаза. «Какой же это всё бред! И мне придётся ему подыгрывать, пока не смогу вырваться в реальность? Иначе что? Будут пытать, пока не соглашусь? Даже во сне подобное развитие событий мало приельщало». Одним словом, гадость. Подвела я итог своим размышлениям и спустя миг хмуро добавила. «Драконья». «Или я преувеличиваю?» «А что, если я не хочу принимать участие в этом вашем мероприятии?» Осторожно спросила я. «Отправите меня обратно?» «Нет». Жёстко припечатал старик. «После добровольно озвученного согласия отказаться от участия вы не можете. Так же, как мы не можем отказаться от проведения отбора и принятия вас в состав невест. Разве что вы решите отдать богам душу в надежде на следующее более удачное перерождение». «Я невольно скривилась, как от кислого. Такой вариант меня совершенно не устраивал. А вот Эдель Вирс неожиданно подобрел и широко улыбнулся. «Есть и положительный для нас всех момент. Победа вам не грозит». «Это ещё почему?» Не сдержавшись, возмутилась я. «Одно дело самой не желать выигрывать, и совершенно другое, когда тебя заранее записали в аутсайдеры. Вбитое с детства чувство справедливости вас стало с требованием доказать всем, что они неправы». «Люди в нашей стране не в почёте». Тем временем буднично пожал плечами Эдель Вирс. «В основном им отводятся роли прислуги и разнорабочих. Вам же повезло. На отборе вы сможете продемонстрировать свои таланты и получите возможность остаться при княжеском дворе не на самых плохих позициях. Либо... договаривать он не стал. Лишь и сделал плавный жест рукой, предлагая мне додумать самостоятельно». Перспективы, мягко говоря, не радовали. «Неизвестный мир, где люди на ролях бесправных слуг, откровенно пугал. Без денег, друзей и связей я вряд ли смогу нормально устроиться. Отбор же предлагал мне самое важное. Спокойное время, чтобы освоиться и понять, как отсюда выбраться». «Хорошо. И что мне надо делать?» Сдаваясь на волю обстоятельств, спросила я. «Для начала подготовиться к первому испытанию и переодеться. Пойдемте». Обогнув меня, мужчина направился к двери, а я так и осталась стоять. «В чем дело?» Поинтересовался Эдельвирс, заметив, что я за ним не семеню. «Не могу», — сообщила я очевидно и саркастично хмыкнула. «Ваш князь наложил на меня какое-то заклятие, приказал стоять. Вот я и стою». «Подчинение туманных драконов». Понятливо протянул Эдельвирс, возвращаясь на прежнее место. А на мой недоуменный взгляд, пояснил. «Это особенность нашего вида. Мы можем управлять сознанием других существ. И, собственно, чем слабее сознание жертвы, тем сильнее воздействие. Подобная особенность очень хорошо действует на животных с низким уровнем интеллекта, позволяет их безболезненно приручить и выдрессировать. Сильный туманный дракон способен повлиять и на разумное существо, особенно если оно подавлено яркими эмоциями или недостаточно интеллектуально развито. Но вроде это не ваш случай». С легкой издевкой проговорил дракон и с улыбкой посоветовал. «Просто успокойтесь и пожелайте двигаться». На очередной шпильке в сторону моих умственных способностей я решила не заостряться. Куда важнее было вернуть контроль над телом. Для начала сосредоточилась на ногах, пошевелила пальцами и... Получилось? Я тут же приподнялась на носках, качнулась на пятки и у чуда сделала шаг. Нижние конечности отозвались ломоты от долгого напряжения. Этот факт я отметила с особым неудовольствием, ибо он свидетельствовал в пользу реальности происходящего. Но, несмотря на это, я выпрямилась и отправилась вслед за Эдельвирсом к двустворчатым резным дверям. Вдруг это тот самый выход из бредней, промелькнула отчаянная надежда. Нет, чудо не случилось. За порогом столовой оказался просторный коридор с ковровой дорожкой и картинами на стенах. Последний я рассматривала с большим интересом. На части из них были простые пейзажи, не отличавшиеся от земных. На других изображались какие-то бытовые сцены из придворной жизни, а третьи вещали о битвах. И вот на последних непременно присутствовали драконы. В небе, на земле и даже в бушующем море. Они были разные, но обязательно хоть один на полотне имел интересную туманную окраску. По чешуе этих фэнтезийных рептилий словно ползли белосерые клубы дыма. Из крупного изображения одного из таких представителей я даже невольно зависла, рассматривая искусно переданные художникам узор чешуи и глубину серых глаз с вертикальным зрачком. Кхм-кхм! Раздалось требовательное покашливание Эдельвирса. А я, вздрогнув, отвлеклась от заворожившей картины. Хотела извиниться за заминку. Но в голове пролетели воспоминания, как глаза старика меняли форму зрачка. И я, не удержав свой бескостный язык, ляпнула. А вы реально в драконов превращаетесь? Эдельвирс на мгновение поджал губы, одарил меня очередным оценивающим взглядом и выдал. «Если пожелаете, вам выдадут книгу об устройстве нашего мира. А сейчас пойдемте. Начало первого испытания не за горами». «А что за испытание?» Догоняя его, поинтересовалась я. «Вам все расскажут наравне с прочими претендентками отбора». Сухо откликнулся он, оборвав все дальнейшие вопросы. «Ясно. Помогать мне не станут. Ну что ж, сами напросились. Я с детства отличалась не только упорством, но и находчивостью. Там, где другие пасовали, я шла вперед. Фраза «это невозможно» только подстегивала меня. А как иначе выживать в мире, где ты, осиротевший подросток, без гроша за душой?» Спасибо сестре-матери приютило меня до совершеннолетия. Дальше пришлось по большей части справляться самостоятельно и самой ковать свое счастье. Пусть не все у меня получалось, как хотелось, но зато я смело могла сказать. И я попробовала и сделала все, что могла. Именно поэтому, закончив кулинарный колледж, я решила покорить столицу, а не плыть по течению. Да, попасть на вожделенную профессиональную кухню сразу не удалось. Но я получила шанс, устроившись на первых порах продавцом сладостей. Я приходила наравне с кондитерами, училась у них мастерству до открытия торгового зала и не оставляла надежду сменить работу за прилавком на работу за разделочным столом. Отсюда я тоже выберусь, и раз уж для этого надо пройти гадкий отбор, пройду. В таком боевом настроении я дошагала вместе с Эдельвирсом до очередной резной двери, коих на нашем пути встретилось немало. На время вашего участия в отборе это ваши личные комнаты. Толкая деревянное полотно, сообщил мужчина, и жестом предложил мне первый переступить порог. Как оказалось, мне выделили два смежных помещения. В первом располагалась небольшая гостиная, отделанная в приятных зеленовато-бежевых оттенках. По одной из стен змеился узор из нежно-розовых цветов. Там же стоял диван, на котором ярким акцентом смотрелись подушки в тон нарисованных лепестков. У окон с тяжелыми портьерами глубокого оливкового цвета расположили чайный столик с парой стульев на витых ножках. Чуть в стороне дизайнер предусмотрел небольшое рабочее место с бюро и мягким пуфом. Арку, ведущую в спальню, можно было легко закрыть двумя шторами, висевшими по обеим сторонам. Сейчас же сквозь нее виднелась широкая кровать под кремовым балдахином. «Вау!» не сдержала я удивленного вздоха. «Располагайтесь!» Сухо предложил Эдельвирс. «Скоро прийдет горничная со всем необходимым». После чего ушел, не забыв прикрыть за собой дверь. Я инстинктивно метнулась за ним. «Проверить, не запер ли?» Ручка легко повернулась под моими пальцами, и деревянное полотно приветливо распахнулось. Порыв плюнуть на все и сбежать, я героически подавила. Во-первых, я не знала, где выход. Во-вторых, не представляла, что ждет за пределами княжеского замка. Я, конечно, была девушкой смелой, но не дурой. Сначала стоило все хорошенько разведать, а потом нырять в омут с головой. Осталось только решить, с чего начать разведку. Показавшаяся из-за поворота улыбчивая девушка с ворохом цветной ткани пришлась как нельзя кстати. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!